МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казарственный язык здесь португальский, также распространён испанский, а в туристических местах английский язык. Денежная единица здесь реал. Перелёты в Бразилию всегда достаточно утомительные и длительные. Например, если считать время вместе с перелётами и пересадками, составляет около 20 часов, если лететь из Казахстана. Туристам следует знать, что в Бразилия входит десятку самых криминальных стран мира, поэтому туристам нужно быть максимально внимательными и аккуратными. Не стоит гулять ночью или появляться в бедных районах, особенно в драгоценностях или блестящих украшениях. Не меняйте валюты на улице. А какие достопримечательности нужно посетить в Бразилии? Что нужно посмотреть обязательно? Ну, смотря, куда вы отправились. Если главное место по туризму в стране – Рио-де-Жанейро, то, конечно, это первое достопримечательное, самое главное, одно из чудес света – это гора Сахарная голова. Также, конечно же, знаменитые пляжи. Это Грумари, Лиме, Капакабана, Фламенго и другие. Они отлично подходят для дайвинга и серфинга. А для того, чтобы увидеть храмы или исторические здания, добро пожаловать в Ресифе. А Сан-Паулы – крупнейший мегаполис во всей Южной Америке. Это центр торговли и промышленности. Меня интересует климат Бразилии и в какое время благоприятно отправляться туда. На барфат и сезон. Лето, да, зима, осень. Бразилия расположена в зоне тропического и сутропического климата. Туда отправляться лучше с апрель по сентябрь. Как раз-таки в это время-то, наоборот, не жарко, если сравнивать погоду с ноября по март. Дневная температура летом составляет от 22 до 32 градусов тепла. А есть ли какие-нибудь традиции или, конечно, запреты? Это, наверное, самое главное, что должен знать каждый турист. Во всех крупных городах там бурная, веселая ночная жизнь. Бразилицы любят слушать музыку о живом исполнении, особенно в баре или кафе. А бразилицы вообще-то утонченные и чувственные натуры. Часто туристов настораживает отзывчивость и доброжелательность местного населения. А на самом деле в кафе, в баре или на местном празднике вас могут воспринять как своего земляка или друга. Мы особенно, по-моему, можем сойти за бразилянку и бразильца, да? Легко. Легко. Я когда в Бразилии бываю, мне все думают, что я местный, да. Это, конечно, нам поможет, да. Криминально, наверное, просто похоже. Несмотря на открытость бразилицев, они очень деликатны. Они никогда не будут разговаривать с малознакомыми людьми на личные темы или проявлять какую-то любопытность. Во время прогулки на улице туристам не стоит громко разговаривать. Нормы правил в плане одежды там не существуют. Ну и я, как самый-самый заядлый гурман, конечно же, интересуюсь вопросом о национальной кухне. Что же нас ждет в Бразилии? Да, в бразильской кухне чем? Чем может уделить в Бразилии казахский желудок? Бразильская пища достаточно острая. Представляет собой сочетание индейской, африканской и португальской кухни. Например, на севере страны в людях используется большое количество фруктов. Также какие-то специи, приправ и пальмового масла, что придает определенный аромат и пикантный вкус блюдам. В истории Бразилии важную роль играет кофе. Невозможно представить жизнь местного жителя без этого напитка. Ну тогда я смело могу считать себя на четверти бразильянкой, потому что я без кофе тоже свою жизнь не представляю, своего утра, так же, как и без программы Жанга Кун. Слушайте, после такой интересной информации, я думаю, прибавится у нас туристы, которые захотят и уже захотели отправиться в Бразилию. Ну, главное, чтобы вы запомнили всю ту информацию, которую с нами поделился наш эксперт по туризму. Магин, огромное спасибо. Увидимся совсем скоро с новой информацией.